Воронежские врачи впервые в истории нашего региона выполнили операцию по пересадке сердца. Трансплантация органа была проведена в кардиохирургическом центре Воронежской областной клинической больницы номер один. О том, как проходила подготовка к этой операции и другие подробности, выяснила наш корреспондент Владислава Витковская. Воронежские медики давно имеют опыт по пересадке родственных органов. И это позволило им поставить перед собой ответственную задачу по трансплантации сердца. Готовились они к этому событию долго. Особое значение в этом отводилось повышению квалификации медиков. Это труд нескольких поколений врачей. Каждое внесло свою лепту в общее дело, благодаря чему состоялась эта операция. Проходили все специализации в различных учреждениях, главных институтах нашей страны, Бакульском центре, Центре трансплантологии. Многие из наших коллег, которые участвовали в этой операции, были в зарубежных клиниках. В операции, которая в себя включает подготовку и постоперационные процедуры, было задействовано порядка 30 человек. Это операционный персонал средний, персонал, который занимается анестезией, который занимается искусственным кровообращением и реаниматологией. Соответственно, хирургическая бригада – это лабораторные службы, которые каждые 15 минут берут анализы, работают онлайн для того, чтобы коррегировать изменения внутренней среды. Это анестационное отделение, где пациент потом находится в течение нескольких суток. Это иммунологические лаборатории, которые занимаются типированием и сестерским персоналом. Пациентом стал 41-летний местный житель. Мужчина длительное время страдал застойной сердечной недостаточностью, развившейся после перенесенной вирусной инфекции. До операции больной последние полгода находился на стационарном лечении. А прогноз врачей был неутешительным, ведь без пересадки мужчина мог умереть. Сердце быстро пришло, и все было быстро. Потому что если бы осталось время на раздуме, то тяжело было, тем на самом деле. Операция по трансплантации сердца длилась более пяти часов. Сегодня можно уже уверенно сказать, что она прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо. Он уже выписан из стационара и отправился домой. Сегодня Воронежская область стала 16-м регионом в нашей стране, где выполняется трансплантация сердца. Его пересадку ждет примерно 1000 россиян в год, а получает ее только 300. Тех пациентов, которые нуждаются в трансплантации сердца, это пациенты действительно тяжелые, с застойной сердечной недостаточностью. И этот лифт ожиданий достаточно, так скажем, оперативно изменяется, потому что не все дожидаются своего сердца. Все зависит от того, чтобы то сердце, которое может быть пересажено, нашло своего хозяина, своего реципиента. А здесь очень много факторов, которые влияют на удачу этой операции. Первая трансплантация сердца была сделана 56 лет назад. Провел ее Джеймс Харди, которого называют отцом трансплантологии. Для пересадки использовалось сердце шимпанзе. Пациент жил всего полтора часа. Первую удачную пересадку человеческого сердца произвел 3 декабря 1967 года Кристиан Барнард. Сердце 25-летней девушки, погибшей в автокатастрофе, было пересажено 55-летнему Луису Вашканскому. Несмотря на то, что операция была проведена безукоризненно, мужчина прожил лишь 18 дней и умер от двусторонней пневмонии. Мировой рекорд по продолжительности жизни с пересаженным сердцем держит Тони Хьюзман. Он прожил после операции более 30 лет, умер от рака кожи. Основная проблема для этих пациентов – отторжение пересаженного органа иммунной системы. При соответствии этим критериям проводится подбор пары донор-реципиент по группе крови и анатомическим размерам. Воронежские медики не собираются останавливаться на месте. Впереди у них много планов.